Виталий Фёдорович Корнилов Виталий Фёдорович Корнилов Виталий Корнилов И поэтому он начал завязывать знакомства с иностранцами. Организовали техснап-экспорт, специально такая организация, которая держала связи с иностранцами. К нам стали приезжать, мы стали ездить, мы стали более открытые. Вот это Виталий Юрьевич сделал. Наше относительное благополучие, я имею в виду, конечно, в области есть предприятия, которые находятся в очень плохом положении с точки зрения экономики, с точки зрения объема реализованной продукции, есть падение производства. Вот то относительное благополучие, которое мы имеем, мы, конечно, могли бы иметь больше, больше результата работы, если бы были больше загружены. Они как раз нам дают возможность заботиться о человеке. И, кстати говоря, мы оставили во главе угла у нас на предприятии человек, работник конкретно. Не человек для производства, это тоже очень важно, а производство для человека. По воспоминаниям сослуживцев Виталия Федоровича отличала удивительная коммуникабельность, способность выслушать и услышать человека. В памяти остался и его профессионализм. Не было ни одного вопроса, выносящегося на обсуждение, где бы он мог судить только с чужих слов. Сам вникал в каждое дело, прежде чем принять какое-то решение. Сам Виталий Корнилов признает, что учился постоянно, став в итоге профессионалом. Виталий Федорович был удивительно трудолюбив и всеми силами стоял за свое дело. Последние годы жизни он сражался с тяжелой болезнью. Но даже это обстоятельство не позволяло ему отвлекаться от работы. В честь опытного директора-реформатора в Новоуральске названа одна из улиц города. 25 сентября 1998 года на доме номер 3 по улице Корнилова была открыта мемориальная доска в память об этом выдающемся человеке. Руководство отрасли высоко оценило его заслуги медалью за трудовое отличие, медалью за доблестный труд, орденами трудового красного знамени и знак почета. А в год 40-летнего юбилея города Виталию Федоровичу было присвоено звание почетный гражданин Новоуральска. В 1997 году ему присуждается звание лауреата государственной премии за решение проблемы переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный энергетический. Валерия Конева, Новоуральская обещательная компания.